Добрый день! Сегодня у нас достаточно свежая головоломка от компании Chiimo Fang. Это coin tetradron cube или coin pyraminx. Сразу посмотрим, что дизайнер некто Кевин Ухрик. Наверное так считается фамилия, если что поправьте. На коробочке изображена сама головоломка. Выпускается в черном пластике и в цветном код товара mfg 2037. Ну в принципе и все. Это слегка порвано, потому что такое засовывали в коробочку вместе с другими головоломками, чтобы влезло. Это не я. Головоломка, инструкция, больше в коробочке ничего нет. Сразу про инструкцию. Именно из нее я взял название coin tetradron. При покупке оно называлось coin pyraminx. Ну и видимо так наверное чаще будут называть. Здесь зачем то есть схема сборки, хотя головоломка достаточно примитивная. Не так давно от Чии была вот такая пирамидка. Длома куб. И мы также помним головоломку под названием coin cube. Которая поставлялась вот с таком интересном боксе и действительно в этом боксе она очень хорошо хранится на полочке. Очень красиво и не пылится. Ну а сложность у нее естественно минимальная. Достанем для сравнения. Пирамидка из той же серии. Поставляется в обычной картонной коробочке и поэтому стоит достаточно дешево. В чем суть головоломки? Ну во первых это пирамидка 2х2 реальная. Здесь вращаются уголки. То есть фактически пирамидки 2х2 серийной никто не производит. Все что есть это пираморфикты, которые вращаются как кубик 2х2. Вот это вот реально пирамидка 2х2. Но еще здесь вращаются вот эти центральные элементы. Причем вот этот элемент зафиксирован, а вот эти лепестки могут менять свое положение, обмениваться на соседних дранях. Точно так же как и coin cube. Только здесь вращаются вот такие уголочки и вот так вот это вращается. В принципе вот весь функционал. Здесь логотип Кевина, боюсь исковерить фамилию, и мафанга. Давайте сразу перемешивать. Вращается неплохо, но единственное надо вот совмещать вот эти прорези, чтобы можно было повернуть в пирамидку. Наиболее похож функционал на Petal Pyraminx от YJ. Только здесь помимо того, что такой же кружок и также вращается в уголке, есть еще элементы, которые представляют собой ребра. Соответственно это полноценная пирамидка без вращающих тривиальных уголков. И есть вот центральный элемент. Здесь же элементов центральных меньше, а ребер нет в принципе. Я наверное даже сделаю обучающее видео, как и на coin cube когда-то делал. Просто всегда найдутся те, кто не сумеет. Как пример было с пирамидкой Duomo, нашлись те, кто не разобрался. Поэтому я уже снял подлома туториал и когда-нибудь его выложу. Так, ну что мы здесь видим? Первым делом понятно, как на пирамидке надо правильно повернуть уголки. Тут сложного ничего нет. На самом деле мы очень плохо перемещали, поэтому у нас уберется сейчас запад движений. Так и как-нибудь вот так. Поэтому давайте постараемся еще разок и получше. Побольше вращаем. Ну просто здесь очень мало элементов и перемешать их не так уж и легко. Как-нибудь вот так вот. Покрутим. То есть вращаем и уголки и центры. Ну центральные кружки. Название вот этой головоломки была какая-то античная монета. Здесь просто осталось вот название Coin. Поэтому CoinTraminx или CoinTetraidron. Кому как удобнее. Ну вот, вроде поинтереснее перемешалось. Давайте опять соберем уголки. И да, чуть-чуть поэффективнее перемешали. Простыми заменами. Собираем одну грань. Собираем желтую. И собираем красную. Вращается очень даже неплохо. Прям совсем хорошо. Единственное, вот если вот так вот чуть не довернуть, то можно посмотреть внутреннее строение. Вот такая беленькая. Причем это даже кажется не окрашенный пластик. Ну вот, кому хотелось пирамидку 2х2. Вот это отличный выбор. Поскольку пирамидка 2х2 совершенно скучная. Само по себе там собирать нечего. Добавлены здесь центральные элементы, которые хоть немножко веселят. А так вот и вся головоломка. Выглядит красиво. Но вот честно сказать, что дома куб, что коин пираминкс, они как-то вот уже на уровень ниже по качеству. Чисто вот визуально. Я взял специально в черном пластике, потому что собирать ее много раз смысла, наверное, нет. И она больше для того, чтобы быть красивой. Куплена. Если сравнивать коин куб и коин пираминкс, как-то пластик не так блестит, как-то качество не то. Наклейки хоть и похожи, но вроде кажется, что они чуть-чуть не такие, не такие блестящие. Экономят, экономят в компании чаи. Вот эти вот. На этих двух заметно. В общем, покупать есть смысл только для эстетического удовольствия. Когда-то в анбоксинге про коин куб я рассказывал, что надеюсь, что подобное решение, оно очень простое, поэтому должно быть какое-то развитие, что-то должно быть поинтереснее, добавлено какие-нибудь еще движения. Но они просто сделали головоломку, которая еще проще. Был кубик, в котором 8 уголков крутилось. Делали пирамидку, в которой крутится всего 4 уголка. Ну, идем по упрощению. Но, в любом случае, это разнообразие, и это хорошо. Стоят эти головоломки недорого, поэтому особо печалиться нечего. Для эстетики, для коллекционеров, ну или как подарок для тех, кто не очень серьезно увлечен головоломками. Ну, для начинающих. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok